Криминальные гастролеры из Башкирии оказались на Оренбургской скамье подсудимых. В Ленинском районном суде города началось рассмотрение уголовного дела по обвинению в разбойных нападениях на магазины и офисы двух налетчиков из Уфы. В криминальных подвигах приезжих преступников разбирался Александр Криволапов. Схему вооруженных пневматическим пистолетом налетов на магазины и офисы разбойники, а именно такими, их уже признал Уфимский суд, разработали и опробировали в Башкирии. За 24 эпизода преступной деятельности Гельмитова и Кайбушева уже приговорили к 12 и 11,5 годам колонии строгого режима. Но тут всплыли новые подвиги. В Оренбург гастролеры наведывались в 2010-2011 годах. Не обошли вниманием приезжие налетчики и чайный дом Асан. Но сюда они зашли явно не утолить жажду. Схема та же. Пневматический пистолет в голове, продавщицу в подсобку и обшаривать помещение. Кстати, нажива, преступная нажива от этого налета составила 96 тысяч рублей, доказали следователи. А вот та самая продавщица, только уже не за прилавком, а в суде, в качестве потерпевшей. Ко мне, когда он зашел за стойку, прям направлен мне пистолет. Нас завели в подсобку, руки назад и голову вниз, я даже не видела второго. Вытащили из моей сумки портмоне, где были личные средства мои. На минут 6 все это продолжалось, но это было очень все быстро. И уже услышали на входе, как прозвенел колокольчик, поняли, что они вышли. Продавцы сразу же вызвали полицию, но налетчики бесследно скрылись. Однако вскоре же появились, облюбовав другую жертву. Наведались уфимские гастролеры сюда, в центр города, на Комсомольскую 36. Представились заказчиками пластиковых окон и жалюзь. Однако на самом деле приобретать о них не собирались. С этим временем они пробивали доход фирмы. Придя на следующий день, средь белого дня, забрали выручку 120 тысяч рублей, угрожая все тем же пневматическим пистолетом. По наказанию скажи, пожалуйста, как просишься, строго, не строго, либо на усмотрение судом. За это надо наказывать. Несмотря даже на то, что какого рода это было оружие, игрушка или не игрушка, воспринимается это как настоящая угроза. По обвинению Кайбышева и Гельманова в совершении преступления, подосмотрим статью 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 4. Данные граждане совершили на территории города Оренбурга 6 эпизодов преступной деятельности. В настоящее время нами поддерживаются обвинения. По данной статье им грозит наказание до 15 лет. Ленинский район из Суты Оренбурга обещает вынести уфимским налетчикам приговор в течение месяца. Затем они отправятся в Самару, где, как выяснилось, они тоже успели совершить немало криминальных подвигов. Александр Криволапов, Петр Рукин, Орен ТВ.